В Лас-Вегасе состоялся очередной ивент абсолютного бойцовского чемпионата. Алексей Олейник был нокаутирован Дереком Льюисом в главном событии вечера. Яна Куницкая вернулась с уверенной победой, а Амари Ахмедов проиграл бывшему чемпиону Крису Уайдману. Газета.ру – о самом интересном, произошедшем на турнире. Олейник был не слишком разговорчив перед боем и признавался, что у него были проблемы с подготовкой. Льюис же заметно сбросил вес, хоть и все равно перевесил россиянина на 17 килограммов, и после своих двух побед подряд казался для Удава еще более опасным соперником. Олейник в преддверии боя сохранял одну важную интригу – будет ли он рубиться с мастером нокаутов в стойке или же попробует его побороть в портере. Это стало ключевым моментом, Дерек в очередной раз показал, что в стойке ему нет равных. Первый раунд начался с мощного попадания от Льюиса, которым он и планировал все закончить. Олейнику удалось отойти к сетке и выжать под натиском в виде градоударов. Стартовую пятиминутку бойцы с переменным успехом валяли друг друга на земле, при этом поначалу Удав выглядел даже менее предпочтительно, но в конце раунда дважды попытался провести прием, и в итоге просто отдал слишком много сил. У американца теперь их на счету 11, он обогнал по этому показателю Джуниора Дос Сантоса и Кейна Велоскеса. Любопытное то, что Дерек также вошел в аналогичный топ вне зависимости от весовой категории, уступая по общему количеству нокаутов только Витеру Билфорту, который 12 раз финишировал своих соперников. Вполне вероятно, что такими шагами Черный Зверь снова в ближайшее время сможет стать одним из претендентов на титул. А вот Олейника продолжает преследовать недобрая традиция, Удав не может победить больше двух раз подряд с 2014 года. Победа над Льюисом принесла бы ему место в первой пятерке дивизиона и возможность просить нового сильного и денежного оппонента. Теперь, снова по уже проложенному пути. Впрочем, как говорил Олейник до боя, он и не рассчитывал на титульник, как и не видел смысла загадывать, что будет дальше. Бой прошел, как прошел. Вы видели. Расстроен, вроде был неплохо готов, и план более-менее неплохой был. Далеко не все сработало. Обещаю в следующий раз быть лучше готовыми показать настоящую силу воли. Буду делать все, что могу. Всем спасибо. С Богом, сказал Олейник после боя на видео в Инстаграм. Яна Куницкая, 13-5, БН, 1, поприветствовала вовч литовского бойца и экс-чемпионку Инвичта Юлию Столяренко, 9-5-1. Россиянке было необходимо закрывать декабрьское поражение от Аспен-Летт, и с соответствующим настроем она вышла на бой. Поединок прошел всю дистанцию, на протяжении которой Куницкая перебила соперницу почти в 5 раз, 254 против 50, и провела важный тикдаун. У судей сомнений не осталось. Единогласным решением победа отошла Лисичке. Не улыбнулась удача Амари Ахмедову, 20-5-1, которому в сопернике получил наиболее раскрученного из всех бойцов на турнире, бывшего чемпиона в среднем весе Криса Уайдмана, 15-5, с горой поражений за спиной. В последних шести встречах американец одержал только одну победу, 5 раз при этом улетев в нокаут. Потому побеждать Ахмедова ему было необходимо во что бы то ни стало, иначе Уфч определенно бы задумался о целесообразности его нахождения в лиге. Россиянин же, в отличие от соперника, шел на хорошей серии из трех побед подряд, а в последний раз проигрывал в далеком 2016-м. Но воспользоваться шансом закрепиться в топе не сумел, Уайдман был мощнее на земле и контролировал большую часть поединка. Судьи единогласно отдали победу экс-чемпиону. Первый бонус в размере 50 тысяч долларов за выступление вечера забрал Эндрю Санчез, 13-5. В первом раунде он эффектно нокаутировал Веллингтона Турмана, 16-4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова